Добрый день, коллеги! Сегодня у нас в гостях человек, которого вы, надеюсь, узнаете. Это Александр Геннадьевич Дьяконов. Надеюсь, вы его знаете по соревнованиям Kaggle, либо вы у него учились в МГУ. Это профессор ВМК МГУ, занимается машинным обучением. Давайте я в первую очередь спрошу. Ну вот, мы вас, скорее всего, знаем по соревнованиям Kaggle. Вы один из первых успешных отечественных участников этой платформы соревнований. Скажите, вот мы за вами следили, может быть, сейчас не все знают, чем вы занимаетесь, какие проекты ведете, связаны ли они с Data Science, или, может быть, вы уже в квантовые вычисления куда-то ушли? Вы хотите success story, да, есть ли жизнь после Kaggle? Да нет, все, скажем так, загадочно и неизвестно. То есть у меня сейчас некая, скажем так, кризис среднего возраста, некие изменения в профессиональной сфере, и в том числе, возможно, я поменяю и рот деятельности, и место работы, и так далее. Я сейчас пока об этом подробно не буду, но есть такая большая вероятность. Ну, кроме того, большие изменения в личной жизни, там у меня ребенок появился, поэтому там свободного времени для того же, как бы, естественно, нет. А так все по-прежнему, я преподаю в Московском университете, сейчас очень много прикладных проектов, то есть решаю кучу задач. Последние две недели, на самом деле, я программировал в очень жестком режиме, то есть приходилось доделывать один проект. Вот, так что все так буднично, банально, ничего интересного. Хорошо, да, а вот, наверное, в основном люди представляют, что вы именно эксперт в соревнованиях Kaggle. Вот по поводу Kaggle у меня, может быть, даже не вопрос, или это такой развернутый вопрос, или это вообще наброс, но бытует мнение, что, конечно, при всех достоинствах соревнований Kaggle могут быть и некоторые недостатки. Ну, то есть, если мы возьмем человека на работу, который активно участвует в соревнованиях Kaggle, наверное, он как-то будет слишком увлекаться этими соревнованиями. Да, там не надо структурно работать. Возможно, да, возможно, он будет не на все 100% работать. Ну, и более того, конечно, много раз обсуждалось, что реальные задачи боевые, они не так уж связаны с Kaggle. Вот, может быть, это такое мнение обыденного человека. Расскажите, какой ваш взгляд вот на это? Ну, это, да, это не задачи, которые приходится решать там в бизнес-сфере, но Kaggle для этого не создавался там, то есть, как бы, на сайте нигде не написано, что вот мы решаем задачи, которые там полезны обществу. Вот, и любые соревнования, они не предназначены быть полезными. Не знаю, там, Олимпиада разве полезная? Ну, то, что человек там метнул дальше всех, там, копьё, допустим, никого счастливого не сделал, ну, кроме каких-то самых яропреданных фанатов. Поэтому Kaggle по определению не может быть там как-то полезен обществу, да, он полезен, может быть, конкретным участникам, потому что они набираются опыта, вот, у них появляется дополнительная мотивация узнать что-то, у них появляется какой-то совершенно чёткий критерий, там, хорошей применимости тех или иных методов, вот, и так далее. Ну, то есть, из моей практики, я когда учился в 90-е годы, вы можете посмотреть на конференции международные тех лет вообще, что тогда было хайпом, вот, вот SVM был суперметодом. Всем говорили, что, ребята, решайте задачи SVM, он самый лучший метод, а если не справлялись, там есть более такие тонкие вопросы, как выбрать опорные объекты, вот, есть и RVM, и так далее, и так далее, и так далее. И вот всё можно этим решить. Я думал, что это вообще какой-то бред, ну, не может это работать, да, и тут появляются вот контесты, я начинаю в них участвовать, чтобы, в частности, проверить эту гипотезу, и вдруг выясняю, что действительно, там, это не работает, ну, сколько задачи, задачи, это реально решается SVM. Вот, а если вы посмотрите, там, говорю, статьи 90-х годов, вот, все говорили, что вот это суперметод. Ну, вот, один из мифов развенчан, да, и развенчан просто тем, что мы, там, не на UCI-репозитории, там, взяли проведение частного тестирования, а просто вот в таких боевых условиях проверили все методы. Вот, поэтому польза есть, она не польза бизнесу, не пользу какой-то реальной практики, да. А что касается людей, которые участвуют в кегле, да, если человек активно участвует в кегле, вот, и сейчас где-то якобы работает, да, при этом там еще и мощности на работе приспособлен для этих соревнований, но вы его возьмете на работу, он тоже будет участвовать в кегле. Ну, это как наркотик, да, многие, кто на это попадает, они не могут остановиться, вот, и, в общем, большой отрезок своей жизни на этом кегле и проводят. Ну, это известный факт, да, но, как бы, я все-таки, вот, советовал бы всем, кто занимается машинным обучением, не подсаживаясь на кегле, все-таки посвятить ему достаточно большой отрезок своего времени. То есть, не зайти, там, не Титаник порешать, а действительно поучаствовать в реальных соревнованиях, которые, вот, да, вас еще никто не решал, да, их вот решает сейчас ограниченный круг лиц, вот, и решает, что называется, в таком режиме онлайн, то есть каждый только что начал, вот, посмотреть, как на скрипты других, там, посмотреть, что пишут люди в форме, попробовать какие-то гипотезы проверить самому и так далее. То есть, получаешь бесценный опыт. Вот, просто надо понимать, что, там, какое-то время жизни хорошо посвятить кеглу, какое-то уже от зарабатывания денег в том числе. Ну, понятно, вот, Юра как раз начал с того, что кегл – штука такая, у которой куча недостатков, но есть какие-то свои достоинства. Вот, как бы вы характеризовали самое главное достоинство кегла? Какую пользу он вообще принес людям, сайентистам, не сайентистам? Ну, вот, я уже сказал, что это некая такая реальная проверка методов машинного обучения, да. То есть, до появления каких-то таких массовых соревнований, на самом деле, там, методы как-то ранжировались, ну, так вот, знаете, вот, там, линейный классификатор, он применяется в тех случаях, когда есть линейные зависимости, да, вот, там, решающие деревья, когда у нас требуется нелинейность. Ну, это вот банальности, которые описываются там в любом курсе, вот, и создавалось, в том числе, много-много-много всяких мифов, да, вот, там, то, что SWM хорош, там, там, что там, еще куча разных, вот, и, а здесь вот взяли все проверили, вот, как бы, бустинг разрекламировали в том числе, да, вот. Вот, опять же, глубокое обучение, не самую маленькую роль в его такой широкой рекламе тоже объяснилось тем, ну, такими соревновательными успехами, не только на Kaggle, да, там, ну, там, на каких-то фиксированных датасетах и так далее. Вот, то есть, это такая хорошая верификация методов. То есть, можно сказать, что вот конкурс машинного обучения расставили к местам вот ситуацию, когда была куча научных групп, каждый говорил, что они хороши, у них лучший метод, или нужно использовать только один метод? Ну, да, мне кажется, это навело какой-то порядок, на самом деле, просто заставило переосмыслить, ну, сам подход к оцениванию эффективности методов и так далее, потому что, ну, говорю, если почитать статьи, там, десятилетней давности, там, брал с UCI репозиторий, да, на нем, там, как-то прогонялись разные алгоритмы, непонятно, как настраивает, то есть, нигде даже не уточнялось, как параметры, там, чужих алгоритмов выбирались, прежде чем сравнить со своим, вот, и это, вот, было таким, как бы, стандартом к оцениванию нового алгоритма, а здесь очень простая ситуация, ну, да, хорошо, если ты хорош, если хорош твой метод, ну, вот, приди и покажи, вот, и тут сразу, вот, в том числе, многие научные группы, как бы, так, фухнули, да, и растворились. Окей, ну, сразу вслед за этим другой вопрос, более, скажем так, набросовый, продолжая тему, вот, это главное достоинство, а какой у Кегла главный недостаток, вот, кроме того, что на него можно подсесть? Ну, оторванность от жизни, да, реально, ну, понятно, что в реальных компаниях, то есть, я говорю, что он расставил, так, методы по себя и заставил перейти, переосмыслить, там, подходы к их оценке в сообществе machine learning, да, то есть, ну, это научная дисциплина, вот, а, естественно, в бизнес-сообществе все по-другому, там, те методы, которые, там, не знаю, применяются, допустим, в тех же банках, да, там, до скоринга, да, там, другие требования, там, другие требования к интерпретации, там, другие требования к надежности, там, 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 много, много, чтобы, много, что по-другому, вот, сейчас практически нет соревнований, которые бы как-то моделировали реальные ситуации, иногда есть неплохие подходы, там, ну, как бы нам все это приблизить к действительности, вот, поэтому он большую часть, ну, это не совсем машина обучения, это больше, ну, правильнее назвать, там, анализы данных, да, там, статистическое моделирование и так далее, вот, он, который реально используется, реально используется на практике, он никак не затрагивает, ну, в общем, как я говорил, он для этого не создавался, в общем-то. А если бы вы сейчас себе набирали людей в команду, вы бы смотрели, вот, насколько они успешны на кегле или нет? Ну, скажем так, первично, естественно, вообще, ну, первичен сам человек, насколько он хорош, на самом деле, адекватен, вот, это первое, второе, это какие-то его знания, там, то, что он может продемонстрировать, в том числе, сходу, там, тут много всяких ситуаций, да, сейчас очень много онлайн-курсов и так далее, там, очень много возможностей, там, скажем так, изучить машину обучения, а потом сказать, что ты вот, что ты его знал. Ты знаешь, да, то есть, собеседует человек, часто, там, он приходит к тебе, у него, там, перед кинезисцией курсов, который он прошел, ты вот спрашиваешь, ну, вы основатель машин обучения, он говорит, да, я его знаю, я вот прошел все эти курсы, и задаешь ему простой вопрос, ну, вот, какие методы классеризации ты знаешь? И OpenKey, да, он такой, ну, вот, по-моему, KNN и что-то там еще было, я не помню, ну, вот, элементарно, потом про какие методы для, там, вот, как бы, там, ты делал систему рекомендаций, вот, я слова, что-то типа матричная факторизация слышу где-то, там, в среднем, там, от одного из десяти людей, которые вообще хотят за него, там, устроиться на позицию, там, Data Scientist, допустим, вот, то есть, а это задача, которую, ну, реально приходится делать, да, та же классеризация, не то, чтобы это была самостоятельная какая-то, там, задача, которая нужна, но это некая промежуточная задача, которая часто возникает, ну, хотя бы какие-то логарифмы нужно знать, вот, а, естественно, я смотрю, в том числе, есть ли у него соревновательный опыт, вот, и хорошо, когда у него там выложен где-то код на GitHub, который можно посмотреть, и в последнее время, как правило, я предлагаю решить ему в качестве такой тестовую именно задачу соревновательную, то есть, часто, когда проводится собеседование, мы там, людей, которые на показатель максимально хороши, мы им всем выдаем одно и то же задание по текущему соревнованию, но просто они там через две недели нам должны отчитаться, вот, в том числе их текущий результат мы оцениваем, как, ну, как некоторую такую заявочку на то, что он будет успешен при решении реальных задач. Хорошо, да, вот сейчас, я думаю, нас как раз смотрят очень много начинающих, потому что видео это для курса, вот, как раз одного из десяти yet another course, смотрите, вопрос у меня такой и про карьеру, и про преподавание, то есть, вот, мы, с одной стороны, знаем, что вы много преподаете в МГУ, и, причем, я видел ваш курс, он такой весьма теоретический, там, хорошая математика, и мы знаем, что вы practitioner, что вы можете взять и руками решить задачу, вот, первый вопрос вам про сочетание теории и практики, то есть, вот, помнится, Константин Вячеславович Воронцов на сайте machinelearning.ru публиковал свое видение, как вообще стоит преподавать машинное обучение. Вот, если поговорить про начинающих, вот, какой ваш взгляд, за что следует хвататься, стоит ли, не понимая, вот, не отличая K-means от KNN, как-то бросаться и решать соревнования Kaggle, а потом проходить курс, чтобы как-то там догонять, уже математически представлять, либо стоит сначала как-то разобраться в теории, потом что-то попробовать на практике, потом вернуться к более глубокой теории, чтобы все-таки, наконец, понимать, как оно работает. Ну, я не знаю, потому что у меня нет опыта разных подходов. Вообще, этот вопрос, он, он тут дискутировал с некоторыми моими коллегами, то есть, там, сейчас несколько профессоров из, где бы, из тех, они считают, что вот сейчас очень многим молодым людям дурят голову как раз вот этими, там, кеглами, питоном и всем прочим, да, то есть, он дает некий инструментарий, который достаточно просто освоит, действительно, там, научиться, там, сокетберно пользоваться, там, ну, плюс питоном, там, можно, там, за несколько лет. И все, и ты уже можешь, в принципе, настраивать алгоритмы, как-то их использовать, есть хорошие демки и прочее. И они говорят, что это проблема, вот люди осваивают инструментарий, уже начинают что-то делать, у них уже начинает что-то получаться, и математика им больше не нужна, они на это забивают. Ну, в общем, наверное, такой взгляд имеет право на жизнь. С другой стороны, мне кажется, люди вообще становятся более практичные, да, то есть, если что-то работает, и тебе не пришлось, там, для этого что-то осваивать, то, может быть, это не стоит им осваивать. Ну, люди ездят сейчас на машинах, совсем не задумываются, как устроена коробка передач и так далее, в общем, ну, почему же они не могут, там, работать черным ящиком по этому же принципу, вот, но, по-хорошему, тут, о каком специалисте в сфере машин-ленинг мы говорим, да, если человек делает какую-то научную карьеру, то ему, там, без математики точно никуда, вот, и однозначно ему нужна такая подготовка. Как ее вести параллельно до-после, вот, ну, я думаю, что любой вариант приемлем, если он, там, человеку внутренне подходит. Я вообще считаю, что каких-то рецептов в образовании нет, то, что ты учишь сначала это, потом это и так далее, вот, любой учебник надо, вот, там, какую бы мне, конечно, порекомендовали почитать, да, там, смотри десяток, какая понравится, по стилю изложения, там, просто, там, не знаю, там, по, там, манере подачи материала, по картинкам, там, по объяснениям и так далее, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут читай. Много всего, вот, можно же выбрать, в конце концов. Хорошо, а вот если человек все-таки пару курсов прошел и думает, вот, куда бы ему идти, как устраиваться, на какую позицию, вот мы из вашего блога на WordPress'е знаем, что вы помогаете компаниям проводить собеседования, набирать людей. Я предполагаю, что вы много новичков видели, много знаете и про образование в области Data Science, и тогда такой вопрос, ну, а все-таки как готовиться к этим собеседованиям, и вот чего сейчас людям не хватает, каких навыков, каких знаний, какой бы вы совет дали, вот, человеку, который только что прослушал Эндрю Ина, и попробовал запустить, там, Джулию на Кегле, или даже Титаник. Сейчас, по-моему, люди вообще не боятся собеседований, то есть, не знаю, их надо, то есть, их не надо готовить, все достаточно адекватные, приходят, там, многие понимают свой уровень подготовки, соответственно, там, что они могут с ним сделать. Тонкий вопрос, куда можно устроиться, и как, если ты совсем новичок, вот, ну, некоторые компании имеют программу стажировок, вот, все облегчается этим фактом, да, некоторые, там, только нанимают, там, себе, там, датамайнеров, соответственно, они могут взять, в том числе, там, там, и совсем новичков, вот, ну, для некоторых требуется опыт, но, опять же, который несложно, там, приобрести, говорю, там, обычно же спрашивают навыки, какого-то, там, ну, простого программирования, в том числе, там, на том же Питоне, там, если это Big Data, то, там, может быть, там, не знаю, там, Занец Парка, еще чего-то, ну, как бы, это даже можно, это можно даже научиться в домашних условиях, это не так страшно, ну, вот, другое дело, что, я не знаю, самые странные ситуации, которые были на собеседовании, это как-то мы собеседовали парня, там, из Новосибирска, он, кстати, неплохой ученый, то есть, у него, там, есть, такие большие заслуги, у него, там, есть медаль Академии наук, там, лучше наученную работу и так далее, и он занимался как раз тем, что приправил машинообучение, он устраивается на позицию, как раз, в такой аналитической отдел одной компании и полностью подходит по всем критериям, то есть, он все методы знает, первый, кто на собеседовании вообще, там, естественно, он отвечает, как преподаватель, давно эти методы объяснял своим студентам, и его, там, спрашивают, что это такое, и он сразу, там, начинает, то есть, а, отлично, то есть, этот человек, вроде бы, идеально подходит с точки зрения, там, знания, вот, этого самого математического материала, а потом ему задали несколько простых вопросов, ну, на программирование, да, то есть, вот, есть, там, список на Питоне, А, Б, Ц, Д, вот, как его перевернуть, чтобы, там, ДЦБА получить, вот, ну, как бы, элементарный опрос просто на знание синтаксиса самого языка, он говорит, я не могу так на бумажке, вы мне, там, дайте компьютер с доступом к интернету, я вот сейчас загуглю, я найду этот способ, я в течение пяти минут эту задачу решу, да, он там дали другую задачу, там, происходильный запрос простой, он тоже самое, вот, то есть, его спрашивающие элементарные вещи, которые, ну, не относятся к каким-то глубинам знания языка, которые просто относятся к синтаксисам, если у него в резюме написано, что я знаю Python, если он тебе говорит, что я знаю Python в совершенстве, да, то есть, по идее, там, цикл на Питоне там тоже написать, да, там, не знаю, какой-то, там, какой-то список объявить должен, да, он говорит, что нет, давайте, вот, дайте мне интернет, и сейчас я все это сделаю. Ну, зачем тогда, вот, такой словно, зачем мне сотрудник, который каждую строчку кода будет гуглить, там, поисковки, да, то есть, Google не для этого создавался, чтобы, там, посрочно писать код. Я понимаю, что там можно, там, искать какие-то сложные вещи, но я сам постоянно это делаю, естественно, то есть, я программирую доступ к интернету, но базовую вещь человек должен дать. Естественно, он не прошел собеседование только потому, что вот так вот он не мог программировать. Хорошо, да, и вот по карьере еще один вопрос. На самом деле, да, вот я тоже довольно много преподаю, и меня люди спрашивают, очень часто, в общем-то, один и тот же вопрос. Честно говоря, я затрудняюсь ответить именно потому, что я не прожил такой путь. Часто мне говорят, что вот я, там, мне 28 лет, скажем, или 30, я занимаю крутую должность X в компании Y, но я не занимаюсь машинным обучением. Мне стало слегка скучно, я засиделся, я хочу в Data Science, но, с другой стороны, я как-то под стажера не попадаю уже, и как-то уйти на снижение зарплаты там вдвое, вроде бы тоже не готов. Есть ли у вас какой-то совет таким людям? Вот, допустим, я сейчас хочу, мне надоел Data Science, да, я хочу заниматься медициной, я хочу стать хирургом, да, вот, я говорю, что-то вот мне не хочется в медицинском учиться, вот, можно мне сразу в операционную, как бы, вот, вот, ну, понятно, да, глупая ситуация, но, в общем, как бы, если человек говорит, что там, ну, он считает, что он достиг какого-то уровня, да, и не хочет все начинать с нуля, но он должен понимать, что дело-то не в уровне, дело-то не в престиже и так далее, дело в том, что он будет определять, решать определенные задачи, и, там, заказчик или его начальник, они, соответственно, будут, ну, соответствующим уровнем, там, у них будет определенный критерий оценки того, что он делает, да, и определенные требования к этому, то есть готов он им соответствовать или нет, вот, то есть он тебе может найти, наверное, там, позицию более высокую, тем более, что, там, ну, есть компании, которые, в том числе, странно проводят собеседование, берут себе кого-то попало, вот, но все равно, если человек, если человек взяли на работу, он, там, он не выдает, там, нужного результата, то есть, в конце концов, он не работает, вот, поэтому карьеру каждый делает себе сам, но просто, там, чем ты больше захотелся, там, тем тебя больше и спросят, в общем, здесь все очень просто. Так, кстати, по поводу 30-летних, в последнее время, как раз, я чаще всего собеседую людей, вот, примерно, в таком возрасте, действительно, которые меняют сферу деятельности, но не совсем кардинально, правда, то есть, там, ну, кто-то занимался финансами, кто-то, там, такой статистикой больше классической и так далее, да, и вот сейчас они хотят заниматься машинленингом, и такого, что, то есть, они неплохо подготовлены, на самом деле, то есть, они, они не просто захотели сменить деятельность, да, они, там, в том числе, да, зашли, там, выучили какие-то курсы, там, что-то подделали в тех же соревнованиях, недолго совершенно, то есть, там, ну, месяца 4 они этим занимались, но у них прекрасные знания, то есть, ты с ними беседуешь и понимаешь, что человек вообще очень здорово рубился тему, вот, и, как бы, то, что у него формально нет многолетнего опыта, в общем, у него есть опыт в другой сфере, но он в этой тоже достаточно быстро, так, проникся, скажем так. У меня сейчас есть предложение перейти от практики к теории, которое звучит очень редко, вот, но тем не менее, очень многим тем, кто уже занимается анализом данных и машинным обучением, интересно знать следующее. Вот смотрите, вот у вас есть очень своевременный, современный курс предложения задачи анализа данных, вот, в котором есть современные методы, вот, большая часть машинного обучения, она, на самом деле, вот, это тот инструментарий, который используется повседневно, вот, и который меняется, ну, с какой-то периодичностью, вот, при этом есть отдельные направления машинного обучения, тот же самый Deep Learning, какие-нибудь генеративные модели, в которых скорость изменений, скорость появления новых вещей, она колоссальная, то есть статьи устаревают за полгода. Вот, интересно, что делать вот тем, кто уже занимается анализом данных и машинным обучением, чтобы не опоздать на поезд? Фу-фу-фу, не, ну, сам я опоздал на поезд, потому что я не успеваю за, как бы, текущим валом статей, то есть я с этим уже смирился, вот, ну, а к тому же, ну, с одной стороны, это проблема, понимаете, быть совсем в курсе надо людям, которые, действительно, есть какая-то мотивация, которые занимаются соответствующей областью. То есть, например, человек работает в научной группе с такими-то высокими запросами, которые идут по топовым конференциям, вот, и, естественно, подавая туда статьи, ты должен быть не то, что в курсе статьи за, там, прошлый год, а вот, которые в течение последнего месяца на Аксию выложили. Ситуация такая, что вот только что появился, должен, как бы, знать это, потому что, ну, рецензенты пишут, что, знаете, вот, вот, вот сделали эксперименты, а вот они уже улучшены там-то и там-то, вот, позавчера выложили. Вот, поэтому, как бы, и там есть, да, там есть ребята, которые действительно в курсе всего, то есть, я знаю очень много молодежи, которые, ну, реально сидит в интернете постоянно, вот, там смотришь, что появилось, там, у них есть всякие, такие оповещения и так далее, то есть они, в общем, уже полностью научились этому и во многих научных группах, даже есть такие специальные, так, люди, там, как это называется, вингелисты, да, по-модному, вот, которые вот стараются как раз каждый день узнать, что тут новое, потом на семинаре, там, кратенько об этом рассказать, чтобы все были в курсе. А вот, а вообще, ну, вот говорю, я сам не успеваю, но успокаиваю себя тем, что, во-первых, да, появляется много, но много ли из этого станет такой классикой, но в хорошем смысле этого слова, что там, чем-то очень полезным там и нужным, да, вот, там, Курт Ванегут, например, в книжке «Механическое пианино» написал, что в любой вообще деятельности 80% ее можно освоить за два месяца, вот, ну, а все остальное, остальные 20, да, иногда надо потратить несколько лет, но не всегда оно того стоит, вот, ну, как ни странно, чем больше я живу, тем больше убеждаю, что примерно так и есть, то есть, на самом деле, я думаю, что тоже 80% machine learning, да, можно действительно освоить за два месяца, вот, а другие тонкости, они уже познаются дальше, но вопросы всегда ли они не нужны, вот они, если мы говорим о data scientists, как там, где-то позиции в какой-то компании, они, может быть, не нужны, если мы говорим об исследователе, ну, исследователи для этого идут, там, как бы в научные группы, чтобы, там, какой-то участок жизни тоже достаточно большой посвятить вот тому, что ты, там, изучаешь, держишь руку на пульсе, пишешь статьи и так далее, то есть, в общем, они на это готовы, вот, кстати, по поводу псада, я не уверен, что он такой прям совсем современный курс, я постоянно тоже от этого страдаю, то есть, я пытаюсь каждый год там что-то новое привнести, вот, опять же, понимаю, что немножко отстаю от какой-то современности, возникают какие-то конфликты с другими курсами, то есть, там, у нас появился курс по глубокому обучению, например, то есть, ну, понятно, он некий кусочек отъел, который можно было ставить свой курс, поэтому я её не трогаю, то есть, у меня было обязательно занятие по, там, анализу текстов, но сейчас у нас отдельный курс появился по анализу текстов, опять же, вот, на самом деле, курс у меня изначально состоял из тем, которые просто не освещались, то есть, у нас был курс Воронцова по машинному обучению и всё, никакой практики не было, ничего не было, были, там, другие курсы, которые, там, ну, даже не совсем тесно перескались с анализом данных и встал, естественно, вопрос, что если готовить специалисты, которые формально говорят, что, там, он занимается анализом данных, Он должен поработать немножко с текстами, со звуком, с изображениями, социальными сетями и так далее. С разными объектами, чтобы хотя бы представлять, как этот мир выглядит, чтобы разные алгоритмы попробовать, в том числе на объектах разной природы. Так курс и создался. Там был набор тем, которые желательно, чтобы они были совершенно разные, и так нанизаны были на какой-то единый стержень. Провокационный вопрос. А чтобы вот вы, во-первых, добавили текущие образовательные программы, в том числе и университетскую, по анализу данных машинного обучения. И в целом, как вы оцениваете качество таких программ по машинному обучению в России в целом? Чего не хватает, в первую очередь? Во-первых, качество высокое. Ну, я думаю, что курс воронцов, это очень классный курс, и даже, возможно, даже самый лучший курс в мире. Я понимаю, что его молодежь не очень любит, то есть там по некоторым сказаниям в интернете, комментариям, то есть почему-то его сейчас совсем молодые не очень воспринимают. Но мне кажется, когда я пытаюсь понять причину этого, я вижу, что просто возможно его оценивать не с правильной позиции. Вот с точки зрения продуманности подачи материалов и прочего-прочего-прочего, мне кажется, там Костя сделал просто шедевр. Может быть, он сейчас устаревает, может быть. Опять же, тонкий вопрос, каким должен быть курс по машинному обучению. Понятно, что там нет многих тем, которые сейчас вот такие хайповые, но бог с ними. Для них можно создать отдельные курсы, что сейчас тоже и делается. Вот, это раз. По поводу того, что там можно добавлять, да и можно постоянно добавлять что-то новое, как только появляется там новый объект исследования, как только появляется какой-то там достаточный полуматериал, на самом деле, то есть тоже глубокое обучение. Соответственно, недавно, например, было внедрено у нас в Кутите, как отдельная дисциплина. Меня это, с одной стороны, сначала удивило, когда, в принципе, появился этот курс, потому что я думал, а что мне, собственно говоря, рассказывать. То есть, если человек уже прошел про курс машинное обучение, еще там несколько курсов у нас по анализу данных. Вот как бы, ну что там, там за несколько лекций, в принципе, все можно донести. Потом описал программу, ну да, там в него, собственно говоря, заключили в том числе обучение с подкреплением, там, в том числе и всякие там модельки типа World2Vec и так далее, ну то есть вот если так дополнить тем, что обрамляет, собственно говоря, вот этот термин, термин глубокое или глубинное обучение, то, ну да, вроде бы создается некий полноценный курс, здорово, ну вот как бы и он может пополняться, еще и пополняться. То есть, мы же сами говорим, то каждый месяц выходят какие-то статьи, которые так или иначе используют нейросеточки, так или иначе появляется что-то новое. Вот, каких-то новых дисциплин, которых не хватает, ну вот, на самом деле, вот в моем обсаде это есть, я специально это включил, потому что этого нигде нет. Мало что, мало в каких таких специализированных заведениях, там, где-то на кафедрах или там в том расшате, по-моему, есть что-то по анализу именно соцсетей, динамических графов и так далее. То есть, есть какие-то такие комбинаторные вещи там отдельные, которые рассказывают, но это не связано с анализом данных. А вот тем, что занимаются, там, какой-то лесковец, допустим, вот этого практически ничего нет, хотя, в общем, полно всяких книг, поэтому тоже полно всяких интересных курсов на Западе, да. В Вышке, кстати, есть неплохой курс, там, SNA, Social Network Analysis, вот, очень, достаточно солидный, тоже его можно улучшить два раза, но он уже классный, на самом деле. Вот, то есть, во многих местах таких вещей нет. Если говорить про теорию, вот, продолжать, то, ну, в принципе, многие люди, там, скажем, старшего возраста, они говорят, что машинное обучение — это всего лишь новое название для того, что уже раньше существовало. Что вот мы занимались статистикой, и, в принципе, мы и регрессии строили, и ядра мы знали, и, в общем-то, нам просто в какой-то момент сказали, что, пацаны, теперь это называется машинное обучение, давайте писать на английском. Давайте называть этот машин-лёрнинг, и делать то же самое, и публиковаться. Вот, Вы всё-таки, да, по сравнению с нами, наверное, Вы успели… Устали КДД. Успели, да, застать больше. Вот, расскажите, а как, в принципе, это с течением времени, лет, там, ну, может быть, за 25 ближайших или, там, 30, как это поменялось? И возможно ли нам, что вот сейчас нам подают это просто в новой обёртке, и будет ли такая ситуация, что нам через 10 лет будут под новым термином подсовывать что-то опять давно изученное здесь? Ну, в определённом смысле, да, то есть, если мы там, не знаю, говорим о какой-нибудь регрессии, да, то сначала там изучали в курсе статистики, потом… Ну, в России был термин распознавание образов, да, там, было, да, вот это всякие КДД, было машинное обучение, было, что там ещё там… Бигдата, сейчас уходственный интеллект, там… Что ещё? Датамайнинг вести. Датамайнинг, да. Вот, между машинным обучением и бигдатой где-то. В определённом смысле, да, это какие-то такие новые лейлбы, с другой стороны, на самом деле, разные вещи обозначают, в общем-то. Да, то есть, machine learning – это научная дисциплина, да, там, data mining – это прикладная область. Data science – это просто общее название наука о данных, там, в том числе, например, там… Там входят все этапы обработки данных, в том числе, всякие базы данных и всё прочее, допустим. Бигдата – это больше такой коммерческий, технологический термин, в общем, то есть… Это не то, что мы там каждый раз вот эту регрессию обзываем новым термином, да, это… На мой взгляд, в том числе, это мы постоянно смотрим на эти вещи с каких-то новых позиций, да, вот… Нужно было запихнуть этот machine learning, да, в эти вот банки, там, к операторам сотовой связи и так далее, да. Ну, понимаете, объяснить, например, Герману Грефу, да, что говорите, что big data – это круто, это проще, чем говорите, что, там, machine learning – это круто, да, или, там, линейная регрессия – это круто, да. Должен быть какой-то коммерческий термин, который, там, big data, то есть, он объяснит масштабы, того, чем ваша организация занимается, да, и, там, придаст пафосности вот всему вашему труду. А говорить, там, ребята, давайте строить регрессию, ну, извините, это звучит как-то по-детски. То есть, ну, каждый термин, он для какого-то, там, не знаю, на какую-то свою цель рассчитан, да. В том числе сейчас этот искусственный интеллект, который… Я как раз застал, да, те годы, когда под ним понимал совершенно другое. То есть, вот, когда я учился в 90-е годы, там, люди, которые занимаются какой-нибудь, там, теорией формальной грамматикой, вот, они говорили, что, вот, мы занимаемся искусственным интеллектом. Когда ты им говорил, знаете, я, вот, тут, там, нейросеть строю, они говорят, ты какой-то ерундой занимаешься. Вот, а сейчас все наоборот. Вот, сейчас, наверное, если человек скажет, что он занимает теорией, там, формальной грамматикой – это искусственный интеллект, мне очень странно посмотрит, да, скажет, вот, там, смотрите, вот, сеточка, там, собака от кошек отличает. Ну, вот, мир, действительно, перевернулся, вот, вообще, даже в этой самой терминологии. Вот, поэтому этот термин не особо люблю, на самом деле, потому что, я говорю, что, вот, я пережил его переворот, и поэтому, вот, когда термируем начинают совершенно противоположные вещи обозначить, это достаточно странно. Ну, это просто очередной взгляд на то, что полярно, да, то есть, стали делать системы, которые, там, не знаю, обыгрывают, там, людей в логические игры, которые, там, имитируют речь и прочее, прочее, там, ведут диалоги, вот, ну, наверное, это мы приближаемся к искусственному интеллекту. Короткий провокационный вопрос. Логистическая регрессия – это искусственный интеллект? Нет, ну, как бы, это маленькая часть искусственного интеллекта. И вот, если мы так уж вернулись к прошлому, наверное, хочется поговорить про роль советских ученых в развитии машинного обучения, и, наверное, Алексей нам расскажет, какое… Про Юргену Шмидтхубера… …что разгорелось на НИПСе, одном из последних. Да, есть такой небезызвестный товарищ Юрген Шмидтхубер, вот, автор ЛСТМа и еще большого количества статей, которые, в основном, известен, как такой человек-мем. Вот, когда кто-нибудь из передовых исследователей, там, Coin Goodfellow, изобретает очередную статью, нейросеть, архитектуру, появляется Шмидтхубер и говорит, что он это сделал в 92-м, 93-м, вот, и по иронии судьбы он предоставляет PDF-ку, где он реально это сделал. Вот. Собственно, сейчас сложилась такая интересная ситуация, что большинство вот передовых западных исследователей вот машинного обучения, там, Хинтон, Лекуна и прочие, они, во-первых, игнорируют по большей части и наследие Колмогорова, и, в целом, игнорируют по большей части еще и, ну, каких-либо исследователей, ученых из России. Вот. Шмидтхубер, в противовес им, наоборот, топит за то, что вот Александр Ивахненко еще в 65-м году сделал глубокие нейросети, многослойные перцептороны, сколько-то там слоев, там, тогда это был космос, там, 5 слоев, 7 слоев, вот. Но, тем не менее, про Ивахненко помнит только Шмидтхубер, его группы и те, кто слушают Шмидтхубера. Опять же, по удивлению или нет, таких людей много. Вот. Вся это долгое присловие к вопросу было вот про что. Как вы смотрите и как вы видите наследие русской советской математической школы, садистической школы распознавания образов в сегодняшнее машинное обучение? Ну, понимаете, вроде бы действительно много что из того, что сейчас активно используется на Западе, было изобретено еще в Советском Союзе нашими людьми, да. То есть, там, те же многослойные нейросети, ЕМ-алгоритм, потом, там, ядерный ТСВМ. То есть, метод потенциальной функции, которую делали Азерман, например, Морозановер, в принципе, вапникой спрашивают, что же ты там говоришь, что это твое, если ты просто взял там чужое. Какие-нибудь там нечеткие множества и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вроде бы это все было сделано у нас, да, и потом, ну, как-то повторено, в том числе, на Западе, в том числе, без ссылок. То есть, с одной стороны, это повод нами гордиться и говорить, что ай-яй-яй, они нас не ценят. С другой стороны, сейчас скажу вещь, с которой, наверное, Воронцов не согласится, но тем не менее. Знаете, историю пишут победители, да. Ну, вот, Ивахненко сделал многословные нейросети, да. Ну, что они эти нейросети показали, да. Ну, отличили они кошечку от собачки или нет. То есть, то, что делается сейчас, да, и то, что сейчас многие выдают за свои, как бы, открытия, это реально работает, и мы можем это увидеть. Вот, и поэтому молодежь, в том числе, и изучает машинное обучение по западной литературе, просто говорит machine learning, да, без всякого, да, признаки называет фичами и так далее, и так далее, и так далее, вот. Они просто читают западную литературу, потому что нам русских учебников нету, да, но нет уже хороших русских учебников, поэтому они читают английский. Вот, русских курсов там пренебрежительно мало, зато куча западных курсов и так далее. Куча западных методов библиотек, которые реально работают, да, вот, ну, там, не знаю, все же создалось на Западе. Ну, и в том числе то, что сейчас выкладывается даже передовыми компаниями, там, не знаю, там, ну, там, не знаю, Google выложил Tanzerflow, да. Там, Яндекс, что выложил, как бы, да, ну, сравните уровень. Не хочу сказать, что плохого про Яндекса, но вот просто, да, вот, там, две ведущие компании, ну, вот, даже в тех областях, в которых мы вроде бы хороши, там, а Яндекс по технологиям, там, одна из лучших компаний, в том числе и в мире, да, вот, на Западе упиливают, упиливают далеко вперед, а вся молодежь, естественно, смотрит на победителей, да, там, говорит, о, вот это, вот это классно, вот это классно. Поэтому кто будет сейчас вспоминать, где там сделаны эти нейросети? Если нейросети, которые сделаны, вот, прямо сейчас, там, на Западе, они здорово работают. Если библиотеки, которые сделаны, там, в западных компаниях, может быть, русскими даже программистами, вот, лучше всех работают. Ну, вот, историю пишут победители, тут с этим, с этим ничего не поделаешь. Можно восстанавливать справедливость, копаться в архивы, да, действительно, там, выяснять, кто же первый это сделал, и, наверное, это правильно, и, наверное, это, ну, этим должны заниматься то, что называется, историки науки и так далее, вот, то есть, ну, то есть, чтобы была некая историческая справедливость. Но все-таки, все-таки, вот, мы живем в том мире, в котором живем. И вот, наверное, последний вопрос. Как-то недавно выводил формулу и подумал, может быть, у Александра Геннадьевича спросить, может быть, это самый серьезный вопрос. А вот пиво или вино все-таки? Я же уже отвечал, а почему-то меня в мейле все время об алкоголе спрашивают. Вот, это у вас корпоративная культура? Вот, но обычно меня спрашивают, вот, купить будешь, то есть, когда я, там, захожу и встречаю знакомых. Вино. Почему? Нет, просто вино. Просто вино. Хорошо, и на этой ноте мы остановимся. Я думаю, мы еще попросим, вот, последнее напутанное слово, вот, нашим слушателям, среди которых много очень начинающих, только, возможно, начавших свой путь. Там слишком много, у вас там больше шестисот, да, ведь? Полторы тысячи. Полторы тысячи почти. Полторы тысячи. Это только те, кто домашки сдал. А хорошо ли это? Вот, кстати, да, вброс, а теперь я вас патролю. Вот, смотрите, вы делаете благое дело, да, то есть, вот, реально, там, кстати, у вас классный курс, да, то есть, я видел его в первом варианте, вот, то есть, потрясающий курс, вы делаете его общедоступным, вот, то есть, и люди довольны, что, я не слышал вообще ни одного, даже, там, плохого отзыва о вашем курсе, замечательно. У меня, кстати, некоторые знакомые записались на ваш курс, хотя они не являются новичками, а говорят, что вот просто круто, вот, еще раз тут подучи. Это все замечательно. Вопрос, смотрите, полторы тысячи, это гигантская цифра. Нужно ли стране столько датамайнеров? Вот так разом вы сейчас готовите? Ведь они все попрутся по собеседованиям, сейчас будут работу искать, вот, как бы, вот, многие не найдут, потом там, не знаю, застрелятся. Вам слушать этот бред на собеседниках? Ну, вот, ну, как минимум, работы для собеседующих будет больше. Да, давайте я постараюсь ответить на этот вопрос. Ну, действительно, хорошо про это говорит Эндрю Ын, действительно, один из идейных лидеров вообще всей области машинного обучения. Недавно он выпустил специализацию новую по Deep Learning, которая, может быть, уступает курсу CS 2.3.1, но она более доступна для людей. Эндрю Ын, по сути, топит за то, что нам скоро будут нужны сотни тысяч машинлёрнеров. То есть сейчас, ну, действительно, такой крупный, скажем так, Data Science, он в России производится в скольких компаниях, но можно вот действительно на пальцах рук пересчитать. В одной компании мы сидим, одну компанию уже упоминали, и плюс ещё там 10-15, и в целом мы примерно представляем, в каких компаниях ещё реально есть отделы Data Science. Потом я задумываюсь, ну, сколько реально стоит труд Data Science, это тоже изъезженная тема, но вот действительно отдел Data Science, который решает какую-то прикладную задачу, он, ну, реально жрёт условно там 2-3 миллиона в месяц на одной зарплаты. И, конечно, сейчас себе это могут позволить только крупные игроки, а буквально через 10-15 лет, я уверен, это будет в большинстве компаний, условно говоря, в мелком телеком-операторе, там, без конкретных брендов, да, но не из большой тройки, вот они тоже будут прогнозировать отток, LTV, и какие ещё появятся там задачи, такие классические. И, конечно, все представляют, что спрос сейчас колоссален, поэтому, конечно, образовательные программы нужны, и, наверное, вопрос ещё в том, чем наш курс лучше остальных. Он не лучше, он немного другой, то есть действительно в нём сочетание теории и практики, то есть, да, человеку, который уже как-то поковырялся с Data Science, но, скажем, теорию подзабыл, вот и ему хорошо вернуться, почитать статьи, там, про метод максимального правдоподобия и всё такое, но он хороший для начинающих, потому что действительно можно всякую теорию пропустить, а мы сразу даём кучу практики и домашки, там, и всякие туториалы, и соревнования. В общем-то, ответ на ваш вопрос простой, спрос есть, предложение будет. Я вот хочу добавить такую вещь, вот я сейчас презентирую вообще неожиданную компанию, вот, многие, наверное, читали вот этот классический отчёт Макинди и, блин, или Гартнера. Неважно, про то, что к 2018-19 году отчёт из 2011-го будет, в одних только штатах не хватать порядка 150 тысяч Data Scientist. Никто, блин, не прочитал вот следующий абзац этого отчёта, который говорит про то, что помимо этого будет не хватать порядка миллиона человек, которые смогут грамотно ставить задачи. Вот, совершенно необязательно, что вот наши дорогие слушатели, участники курса сразу после этого пойдут работать Data Scientist. Вот, очень много задач, очень много работы будет происходить на стыке с теми самими Data Scientist, чтобы грамотно с ними объясняться, помогать им ставить эксперименты, ставить задачи для них. То есть, для всего, для этого, вот, курс тоже пригодится, как и большое количество ещё других курсов, совершенно необязательно подписывая себя на то, что, о, я записался на курс, я его пройду, я стану Data Scientist. Честно, это отличное начинание и наверняка у нас будет много таких желающих, но при этом такое большое количество записавшихся и прошедших на курс, вот, совершенно необязательно должно разобрать рынок. Это вполне возможно, большое количество наших будущих коллег, которые будут работать с нами, но необязательно вот Data Scientist. Ну, хорошо, вот это объяснение я приемлю, да, но здравое. А вот Эндрюина я не верю, потому что он бизнесмен, он заинтересованное лицо, и он зарабатывает над тем, что, собственно говоря, люди учатся. Поэтому, конечно, он будет говорить, что люди, учитесь, там, заходите к нам на курсеру и так далее, но не знаю. Но вы же согласны с тем, что спрос будет расти и уже растет активно? Возможно, я не знаю, в каком мире мы будем жить в будущем, на самом деле, то есть, ну, и более того, к тому же, что мы живем в России, да, кстати, надо учесть, вот, и более того, изменить ли что-то, вот, количество образовательных программ. Говорю, когда я учился, очень многие УЗы перепрофилировали, стали экономическими, то есть, было очень много экономических факультетов, экономистов готовили, там, не знаю, такими штабелями. По логике вещей у нас это было, вот, там, середина 90-х, да, там, конец, вот, по идее, сейчас вот эти все люди выросли, то есть, они вот сейчас такие зрелые экономисты, по идее у нас сейчас экономика должна, не знаю, зашкаливать, мы должны быть самой экономической развитой страной. То, что как готовили тогда и в каком количестве, это невероятно. Ну, и что, да, вот, к чему, как бы, есть какой-то эффект или нет? Поэтому, там, когда массово начинают готовить Data Scientist, да, вот, ну, я не совсем верю, что, да, это приведет к какому-то, не знаю, положительному всплеску. Вот, Алексей Даздравович сказал, что действительно, возможно, там, бог с ней с вопросом, бог, кстати, с вопросом, сколько нам действительно нужно Data Scientist и так далее. А если, действительно, мы говорим о вопросе, там, некой культуры, да, объяснением людям, в том числе, из других специальностей, что их задача можно решить этими методами, вот, возможно, кстати, именно это-то и породит, там, не знаю, вот, востребованность Data Scientist. Потому что, ну, если вдруг, там, какие-нибудь, там, социологи, экономисты и так далее поймут, что все можно сделать лучше и эффективнее и так далее с приобретением машинного обучения, вот, то, это, собственно говоря, и поднимет спрос на машинное обучение. Вот, что я посоветую слушателям вашего курса? Ну, во-первых, как сказать, очень аккуратно отнестись ко всем заданиям, там, к воспринятию материала и так далее. Не ограничиться просто, вот, там, тупо заслушиванием, прорешиванием и так далее. Вот, наверняка будут даны много очень ссылок на разные ресурсы, другие источники, вот, желательно везде полазить, все посмотреть, вот, и понимать, что любой учебный курс, на самом деле, это некая такая очередная ступень к знаниям, то есть, самое ценное, это, я вообще считаю, что цель любого из курсов, это не совсем дать знания. Я вообще считаю, что я, например, в университете, я не стремлюсь дать какие-то знания, потому что знания человек дает себе сам, да, он открывает книгу, допустим, читает, получает некую практику. Большая цель как-то зажечь человека, расшевелить, вот, показать ему новые возможности, вот, там, приобщить к чему-то и так далее, вот. В том числе, если ваш курс на многих знакомых, просто машинным обучением как раз показать, что есть такая дисциплина и показать пути, как в этой дисциплине можно развиваться. Вот, поэтому этим надо пользоваться, тем более, что если такое огромное количество людей выделило время на вот такие, как бы на самовыразование, на вот делание домашек там и так далее, и так далее, вот, наверное, можно еще делать, выделить себе время, чтобы стать в этой области все лучше и лучше. Хорошо, спасибо большое Александру Геннадьевичу за эту беседу. Да, еще раз напомним, мы обязательно поделимся ссылкой на блога Малых Данных, который мы настоятельно рекомендуем. Удачи! Это реклама! Счастливо!